Телефонная беседа И армянская и азербайджанская стороны убеждены, что после известной сочинской встречи вопрос демаркации, делимитации нужно активизировать. И в интересах лично Пашиняна, и в интересах лично Алиева, я думаю, вернее я убежден, что этот вопрос во внутренней азербайджанском и внутриармянском, а теперь уже внутризакавказском сегменте очень актуален. Поэтому здесь глава Армении вышел с правильной инициативой. Я думаю, безусловно, вопрос урегулирования в контексте демаркации, делимитации, он не подспудно, не подтекстно озвучал. Хотя мы видим, что официальная информация прежде всего указывает на вопрос, который обсуждался, это статус и качество миротворческих сил. Но вопрос, который касается жизненных интересов Армении, а это карабахское пространство, он не мог не обсуждаться, разумеется. И комментарии, которые следуют, они указывают на это с очевидной очевидностью. На этом фоне Баку и Анкара снова активизировали тему Зангизурского коридора. Вам известна позиция России по этому вопросу? Позиции России, мы уже как-то говорили, позиции России четкой нет. Потому что, в принципе, политический эстеблишмент, политическая элита России не сформировала четкой позиции по этому вопросу. Я убежден, что сейчас идет проработка этого вопроса, и в том числе с точки зрения такого лоббистско-медийного фактора. Я убежден, что и на встречах, не со стопроцентной, но в то же время убежденность есть, что, вот имея в виду здесь лоббистско-медийный фактор, я здесь указываю и на фактор Эрдогана, и на фактор Мишеля. Здесь вопрос не Зангизурского коридора, как транспортной артерии. Зангизурский коридор — это вопрос закавказской политики, которая со временем может стать механизмом решения аналогичных проблем и в других регионах. Поэтому так, тот вопрос, та проблема, которая называется Зангизурским коридором, какая формула будет выработана для решения этого важного вопроса, может сыграть ключевую роль при решении, повторюсь, еще аналогичных конфликтов, которые имеют место как на евразийском, так и на других пространствах. Ведь посмотрите, то, что произошло в рамках вот этой так называемой войны срокодневной, можно с уверенностью говорить, как об этом, можно говорить, как новелла в военно-политическом планировании. Но вот сам процесс, который сейчас идет в рамках так называемого регулирования, это тоже может быть новеллы, это может быть что-то новое, потому что локальный конфликт перерос или перерастает в фактор напряжения и в контексте Украины, и в контексте Азербайджана, и в контексте Турции в макрорегионах. А на основании чего заместитель министра торговли Турции объявляет, что скоро придут к согласию с Россией по этому вопросу? Турецкая политическая знать, турецкая политическая элита тоже неоднородна. И дело в том, что есть часть политической элиты Турции, которая очень интенсивно, очень эффективно работает с экономическим блоком правительства России. Я думаю, здесь и уровень этого заявления указывает на то, что это невозможно решить пока в том контексте, в котором это видит Турция и Азербайджан. Ну невозможно пока, потому что не министерство экономики должно делать такие заявления, и даже не замминистра экономики турецкого государства, которое все-таки не является кавказским государством, должно обращать внимание на эту проблему вот в такой риторике, в риторике такого заявления, однозначного и четкого. Ни МИД Турции, ни оборонное ведомство Турции, да, у них были более жесткие заявления, но сейчас в период стадии активного поиска решения этой проблемы таких заявлений не делал. И да, но в августе, в последнее время, мы спасли, наверное, самоназматривающие церкви, которые не имеют в виду, потому что, наверное, нет церкви МИЧАНЦКОЙНЫЙ церкви. Да, иначе, это канал. Кстати, в конце августа будет встреча по вопросам демаркации в Москве, где нет вопроса Зангизурского коридора. Как это понять? Вы знаете, я анализировал первый этап встречи, когда вице-премьеры встречались на границе, и последствия, и обсуждения этого в политическом эстеблишменте, и больше в экспертном сообществе, как Азербайджан и Армении. Ведь демаркация и делимитация в азербайджанском политикуме видятся по одному. Ну, давайте откровенно говорить, что они указывают на... Ну, есть формула «Карабах без армян». Тут же тоже под терминами демаркация и делимитация там же вопросы более глубокие. Статус Карабаха, вот понимаете. Поэтому армянская сторона привязывает вопрос демаркации и делимитации к ряду политических вопросов. То есть вопрос сам этот по себе обсуждать даже на уровне вице-премьеров на границе просто так нельзя. Потому что за тобой ряд вопросов, которые автоматически вытекают. И среди них главное — это статус населения, которое проживает в Степанакерте и в другой части Карабаха, армянского населения. Его не обойти. Азербайджан, он видит вопрос обсуждения демаркации и демилитации в четкой формуле, которую я озвучил. Пока она не проявляется столь явно, но это уже становится формула очевидной из той политики, которая проводится. Что я имею в виду? Ну, события 3 августа, например. Когда был убит Казимов, военнослужащий азербайджанской армии, я, по крайней мере, в данном случае прозвучало обоснование той жесткой реакции азербайджанских вооруженных сил на захват ряда высот и такое поведение вот таким образом. И здесь нужно быть готовым к серьезному уровню провокаций со стороны вооруженных сил соседнего государства. Почему? Потому что как только в чем-то будет усиливаться позиция армянской страны, в чем-то, на 5 процентов, на 5 шагов, вот будут такие события, как 3 августа. Опять-таки, не мне вам говорить, вы там внутрь этого котла и вы знаете, как это бывает в таких случаях. Ну, вот связь очевидна. Но если речь об исполнении договора от 9 ноября 2020 года, где нет пункта о новом коридоре, то что обсуждается? Я думаю, в данном случае будет прежде всего обсуждаться те вопросы, ну, в азербайджанской версии это те вопросы, которые в форме претензий излагаются к российской стороне. Почему нет превентивной реакции на информационные политические, военно-политические сигналы, которые указывают на то, что идет нарушение со стороны армянской стороны. Это прежде всего вопрос границы, пересечения границы. И есть определенное недовольство, вы знаете об этом, и армянской стороны, миротворческим потенциалом, миротворческим контингентом здесь. Пока, я думаю, это первое. А второе, это, как это часто было уже в закавказском сегменте и на уровне переговоров, ну, не столь высокого уровня, но аналогичных переговоров, там, Абхазия-Грузия, Южная Осетия-Грузия, обозначение красных линий. То есть, что для армянской стороны является красными линиями, что для азербайджанской стороны. Вот пока этого вот элементарного ответа на эти, как бы, элементарные, но кто вовлечен в реальный дипломатический переговорный процесс, знает, что это сложные вопросы. Вот обозначение красных линий, я думаю, будет первым этапом этого переговорного процесса. За что однозначно не зайдет Армения, и за что однозначно не зайдет Азербайджан. Иск, дзеркарциков, ворне русско-размакан контингентик Армиргидзе? А по вашему мнению, где красная линия российского контингента? Ну, это, наверное, пока самый сложный вопрос. Пока очень сложный вопрос. У меня есть мысли по этому поводу, но я их не хотел бы озвучивать так публично. Ну, и, может быть, это тоже вопрос, который будет еще прорабатываться. Может, который и сейчас прорабатывается. Вот действительно, красные линии российского миротворческого контингента, вот уровень вмешательства, вот уровень и качество вмешательства в уже известные процессы. То есть мы видим, какие процессы есть, вот какой уровень провокации есть в этом котле Карабахском. Вот как теперь может вмешиваться, на каком уровне российский миротворческий контингент, вот это действительно еще пока не определено и не ясно. По крайней мере, экспертному сообществу точно. Да. Антонэн к Туркиану вера беру олмикалевоор харци. Айсо ж, Туркиан нахагай, ертакан хайтарарюционный арел негрылими харцов и в ассел, в ош, ерпек ченчаначи грым и Русастаник азмун. Касек, инчуэй химаасун, Нориц. Каминчуэй хишэцнун, Нориц. Перейдем к Турции. Важный вопрос. Президент Турции сделал очередное заявление по вопросу Крыма. и сказал, что не признает Крым в составе России. Почему он снова напоминает об этом? Для него очень опасно, если Крым будет в составе России. это решение крымского вопроса, это, так скажу так, окончательное решение крымского вопроса. Потому что если Крым будет в составе Украины, то согласно ряду международных актов, которые имеют богатую историческую составляющую, Турция реальный претендент на Крым. Поэтому для него очень важно сохранить вот этот статус Крыма как части Украины. Это такая историко-политологическая ретроспектива. Во-вторых, Турция, несмотря на то, что Эрдоган себя позиционирует как император, такой как религиозный деятель мирового масштаба и возглавляет нынешнюю Турецкую империю, для Турции очень характерны проблемы сепаратизма. И черкесы, и курты, и в целом северокавказские народы, они всё более сильно ощущают свою национальную идентичность внутри вот этого глобального турецкого этноса. Им всё более тесно. Да, значительной частью их инкорпорировалось в турецкое пространство, но для Турции проблема национальных меньшинств никуда не девается. Она сейчас в законсервированном виде, потому что действительно Эрдоган сумел подавить многое, что при Демиреле вылезло. Но проблемы носят глубинный тяжёлый характер. И в этом же и причина такого однозначного отношения к этой проблеме, к крымскому вопросу и Такаева. Для него тоже проблема национальных меньшинств, которые, возможно, будут в какой-то ретроспективе искать самоопределение, тоже актуальна. И Эрдоган здесь смотрит в дальнюю. Он действительно один из самых последовательных политиков и в контексте крымского вопроса, и в контексте укрепления своих интересов в Закавказском регионе. Как вы считаете, интерес Турции на Южном Кавказе обусловлен только Азербайджаном? Нет, нет. Вы знаете, для меня очевидным является ответ на этот вопрос в контексте Грузии. Вот Батуми и Аджария в целом, там 72% инвестиций это турецкий бизнес. И турецкий государственный инвестиционный пакет в том числе. Это инвестиции не только в экономику, это инвестиции в религию. В части регионов Грузии, где проживают компактно азербайджанские шииты, идет процесс, сейчас он замедлился, но в то же время, в период ИГИЛа, особенно он высокий был, идет процесс суннитизации. Это турецкий фактор. Да, там был прозитилизм Исламской республики Иран, но он отошел на второй план. А там идет процесс перехода шиитов с суннитой. И турецкие эмиссары здесь поработают. Посмотрите, как используется Баку-Тбилиси-Джейхан. Он практически, действительно, Баку-Супса даже. Эти коридоры, эти транспортные артерии, по которым идут углеводороды. С точки зрения экономической геополитики и экономического фактора для Турции более важна Грузия. С точки зрения военно-политической составляющей важен больше Азербайджан. Но в Грузии турецкий фактор, он превалирует. Сейчас Турция проходит дальше и в Казахстан, и в Среднюю Азию в целом. Но там, конечно, есть стена китайская, но тоже пытаются очень активно. Редактор субтитров А.Семкин